Привет, это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам про рыб петушков. Яркий внешний вид, неприхотливость и дерзкий характер. Все это об аквариумных рыбках-петушках. В естественной среде обитаниях можно встретить в водоемах Юго-Восточной Азии. Сегодня эти рыбы крайне популярны в качестве домашних питомцев. Многих подкупает простота их содержания. Петушки это один из самых распространенных видов рыб. Очень легкий в содержании. Это лабиринтовая рыбка, которая может дышать атмосферным воздухом. В природе они живут в канавах, в мягкой воде, в теплой тропической водичке. Рыбки-петушки имеют вытянутые, слегка приплюснутые с боков тела. Самцы этих рыб могут вырастать до 5 сантиметров, а самки до 4. Однако известны случаи, когда некоторые особи вырастали до 10 сантиметров в длину. У рыб-петушков очень много окрасов. Бывают как одноцветные, так и многоцветные особи. Интенсивность окрашивания зависит от освещенности аквариума и состояния здоровья рыбки. Прежде всего, это большие широкие плавники, халхмуны, так называемые. Есть рваные петухи, но с рваными плавниками. Есть петухи слоновые уши, вы их сегодня сняли. Это петухи чуть-чуть крупнее, чем обычные, с сильно развитыми передними плавниками, которые похожи на ушки, да, и напоминают вот этих слоников. Почему, собственно, это называют джамбо? Ну, тут, собственно, основные отличия. Ну, и самое главное – это яркие цвета, большое разнообразие. Можно подобрать какого-нибудь уникального трехцветного петушка, например. Аквариумных рыбок петушков называют бойцовыми рыбками. Они часто ведут себя агрессивно с представителями своего вида, также неплохо уживаются с мелкими и вуалевыми рыбками. Петушков считают бойцовыми рыбками. Это утверждение справедливо. Рыбки агрессивны и территориальны, защищают свою территорию. Самцы, как правило, всегда враждуют между собой. Но, вопреки расхожему мнению, петухов можно содержать в общих аквариумах. Просто не нужно сажать рыбок с длинными хвостами. Скорее всего, они будут атакованы. И, опять-таки, не стоит сочетать самца и самку, потому что, скорее всего, будет конфликт. А вот одновременное содержание нескольких самочек вполне возможно. То есть, можно в маленький объем поместить 5-6 самочек, и они будут прекрасно жить. Никакой агрессии не будет. При уходе за рыбками и петушками особое внимание необходимо уделять температуре в аквариуме. Оптимальная температура для них 26-28 градусов. При охлаждении воды до плюс 20-22 градусов рыбки погружаются на дно и впадают в состояние зимней спячки. Также важно отметить, что у аквариума обязательно должна быть воздухопроницаемая крышка. Петушки относятся к лабиринтовым рыбкам, которые дышат атмосферным воздухом. Наша московская вода для петухов не является идеальной. И, по возможности, нужно стараться создать максимально комфортные условия среды обитания для этих животных. Вот тот стереотип, что петушки живут в малых емкостях, он справедлив. Но, к сожалению, у большинства начинающих аквариумистов большая ошибка. Они думают, что можно взять маленький круглый аквариум, поместить туда петушка, и рыбка будет себя чувствовать комфортно. Это не так. В любом аквариуме должен быть небольшой фильтр и, конечно, желательно использование кондиционеров. А так, в целом, эту рыбку можно рекомендовать всем начинающим аквариумистам, потому что она обладает сильным и выносливым темпераментным характером, и от природы наделена такой хорошей стрессоустойчивостью. Средняя продолжительность жизни аквариумных рыбок петушков составляет 2 года. О других интересных подводных обитателях вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!